Я родился на Волге, в Сызране. Мой отец работал в местной типографии и был большим любителем театра. Рассказы отца о Видином с детских лет привили о мне страстную любовь к театру. Но своего театра в Сызране в то время не было. И я довольствовался только случайными спектаклями гастролеров. Так начал свои мемуары о первых шагах на театральной сцене Николай Иванович Муханов. Волжский актер Муханов, игравший на столичных сценах, а еще путешествовавший к далеким мирам и неизвестным планетам. Подобный огненному зверю, глядишь на землю ты мою, но я тебе ни в чем не верю и словословий не пою. Будущий актер появился на свет в Сызране в 1882 году. С детства влюбившись в театр, он уже ребенком впервые вышел на театральную сцену. А в 20 лет поступил в антрепризу Брагина в Пятигорске. Потом была служба помощником режиссера в общественном собрании в Петербурге. Петербургский и Тифлийский театры Еворской. Театр в Риге. А еще гастрольные поездки в летние месяцы. По всей стране театральная жизнь актера в древолюционной России была жизнью на колесах. И Муханову пришлось съездить даже туда, куда Макар телят не гонял. Макар, может, телят и не гонял. А Муханов жил и работал. Играл на сцене. Играл в театре Пролиткульта в Петрограде и в Армейском театре в Екатеринбурге. На сцене театров Болтфлота и театра Просвещения в Ленинграде. Эх, Макар, Макар, не жил ты в Сызрани, не жил, а зря. После Сызрани тебе, может быть, и Марс не показался бы чем-то чрезвычайным. Между тем, на дворе стоял 1924 год. Прошло семь лет после большевистского переворота. Совсем недавно не стала вождя и идеолога большевистской революции. Только что вышла толстовская аэлита, наделавшая шуму в читательских кругах и заставившая всех любителей фантастики по ночам пристально всматриваться в звездные дали, пытаясь рассмотреть там ту самую красную планету. Был среди этих фантазеров и вчерашний сызраниц Николай Муханов, который в перерывах между службой на театральной сцене сочинял свой роман о войне между землянами и марсианами. Почему о войне? Видимо, человеку, колесившему в эти годы по России, было слишком ясно, что для того, чтобы заглянуть в пылающие бездны, совсем не обязательно отправляться туда, куда Макар телят не гонял. В безднах пространства колокотал ад. Главная боевая линия между Землей и Марсом клубилась новыми образованиями. Искалеченные боевые суда обеих сторон, как обломки кораблекрушения в океане, бесцельно блуждали в безвоздушном пространстве. Беспрерывно действующий загадочный закон Вселенной заставлял эти крупинки хаоса собираться в компактные массы, притягивать к себе встречные метеориты, всякую мелкую космическую материю и медленно клубясь отыскивать общую орбиту для вечного неуклонного движения по замкнутому пути. Хаотические нагромождения того, что еще недавно было результатом работы человеческого мозга и человеческих же рук, беспрерывно перемещались и меняли свои очертания под лучами падавшего на них солнца. Эти же лучи силой своей тяжести, казалось бы, ничтожной и недостаточной, оказывали какое-то влияние на течение материи, чрезвычайно чуткой ко всему в этой пустынной и почти безвоздушной пустыне. Человеческий гений разрушения, которому стало тесно в своей колыбели, вырвался на безграничные просторы Вселенной. Бездушная материя, когда-то приспособленная человеком к его целям, теперь вновь вернулась к своему изначальному виду. Существо, рожденное из праха, имя которому человек научилось извлекать из бездн страшные лучи солнца, конденсировать их и обращать в силу направленную к торжеству смерти и разрушения. Нечто, не поддающееся учету, что творит из ничего миры, и в них существа, наделенные мозгом, это же самое нечто эти миры и разрушило в крупицу времени. Марс становится модной планетой. Это после Томмазо, по-моему, его звали Скиапарелли, в 1870-е годы был такой итальянский астроном, который разглядел в телескоп, оптика в те времена была далека от сегодняшнего, Хабблов, которые летают в космосе и далекие миры снимают с большой четкостью. Но, тем не менее, он разглядел какие-то полоски на поверхности Марса. Ну, сейчас мы много снимков в интернете видим Марса, там действительно есть, как будто какой-то астероид его поранил. Ну, такие полосы есть. И ему пришла идея, что это канавы, более того, это канавы рукотворные, значит, там живут какие-то представители иной цивилизации, и эта планета обитаема, ну и возникла масса-масса-масса таких представлений, а что было бы, если бы мы, значит, вот эту планету освоили, там каким-то образом, значит, контакт восстановили и так далее. Кстати, не случайно ведь пишет Герберт Уэллс в каком-то 98-й год, в 1898 год, «Война миров». Марсиане прилетают. Ну, тут очень такой он страшный роман, потому что они агрессивны, они прилетают, в общем-то, не с очень хорошими, как говорится, замыслами. Таким образом, борьба для жителей Земли началась в полном контакте со своим верховным главнокомандованием. И в короткий срок были достигнуты, если не полная победа над неприятелем, то успехи, которые делали эту победу, казалось бы, неминуемой. Но вот тут-то вдруг и случилось неожиданное. Все приказы главного командования перестали осуществляться. Это обстоятельство оставляло простор для самых ужасных предположений вплоть до гибели главнокомандующего со всеми его помощниками. Но через несколько минут замешательства главнокомандование перешло к председателю совета. И снова началась борьба, которая вновь приносила свои успехи. Однако это короткое замешательство окрылило марсиан, которые догадались о смене командования у неприятеля. И победа над марсианами теперь превратилась в весьма гадательную и трудно разрешимую проблему. К тому же марсиане начали применять новые способы борьбы, которым совершенно не было сил противодействовать, по крайней мере, до тех пор, пока не были выяснены их природа и сущность. Хотя интеллектуальное развитие каждого отдельного члена федерации было настолько высоко, что практически исключались все панические проявления, но в отдельных пунктах земли, наиболее подверженных огню марсиан, паника все же наблюдалась. Впрочем, ее очень скоро и безвозвратно ликвидировали. Общественная жизнь планеты во всех ее обыденных проявлениях перенеслась вглубь Земли. Население с глубокой скорбью оплакивало для всех очевидную гибель своего гения Роне Оробера. Будучи глубоко уверенным, что если бы великий ученый был жив, он нашел бы способы противодействовать губительному огню неприятеля. Никому и в голову не приходило, что где-то там, в глубоких недрах Гималайских гор, некое юное существо, хранитель заветов и тайн великого ученого, выковывает страшное оружие для спасения родной культуры и держит в своих руках не только исход борьбы двух муравейников, но и судьбы многочисленных миров. Борьба двух миров длилась всего несколько часов, а недра бездны, между тем, были взбаламучены, и неорганизованный хаос торжествовал. В 1924 году на страницах журнала «Мир приключений» был опубликован роман «Пылающие бездны». Роман вчерашнего Сызранца Николая Муханова, актера, который совершил путешествие к дальним мирам. А спустя всего три года в этом же журнале был опубликован другой роман Муханова, герой которого, приняв фантастический химический препарат, в течение нескольких часов побыл Петром Первым, сразился с белым медведем, поцарствовал в Атлантиде и, в конце концов, превратился в обезьяну. Роман был очень тепло принят читательской публикой. Больше фантастических произведений Муханов не писал, но в 30-е годы увидели свет несколько глав из его мемуаров «Под холщовым небом». Мемуаров, в которых Сызранец Муханов рассказал о детстве Сызрани, Волге, первых театральных впечатлений есть в этих мемуарах и упоминания о Самаре и Самарском театре. Они стала актера и автора фантастических романов Муханова в апреле 42-го года, в Ленинграде, когда вся Земля стала одной пылающей бездной, да еще такой, которой не могла присниться ни одному в мире фантасту. На все это сверху смотрела красная планета по имени Марс. Там золотые волны света плывут сквозь волны бытия. И эта малая планета, Земля злосчастная моя. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин